После начала войны введение санкций и ограничений внутри России переводить деньги за рубеж стало намного труднее. Но пока это все равно возможно. Россиянам по-прежнему доступны российские платежные системы и кошельки Unistream, Золотая корона, Контакт и Киви кошелек. Однако не все из них дают возможность отправить за рубеж иностранную валюту. К примеру, Unistream продолжает работать в штатном режиме и переводит деньги в ряд стран СНГ, Европейского Союза и Азии с последующей выплатой в долларах, евро или национальной валюте страны выдачи. На сайте указано, что переводы можно сделать в Армению, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Италию, Кипр и другие страны Европы и мира. Однако не указана возможность переводов в США, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Деньги можно переводить и через российские банки, но и тут есть ограничения. Специалисты рекомендуют открыть счет в банке, по-прежнему имеющем доступ к системе SWIFT, например, в Райфайзен банке, Ситибанке, Тинькофф банке, Росбанке, Газпром банке. Также россияне могут открывать счета в банках дружественных стран по доверенности. В Казахстане, Армении, Турции, Арабских Эмиратах счет может быть в нескольких валютах, в том числе в рублях, долларах и евро. Получение карты Каспий Голд в Казахстане занимает не более 60 секунд. Вот уже выпала моя карта и здесь сразу, видите, уже вбились мои данные. Россияне по-прежнему могут переводить средства в страну из-за рубежа. Ограничений на прием платежей нет. Из-за санкций деятельность в России приостановили американские и европейские сервисы Western Union, MoneyGram, Vice, PayPal. Однако для перевода денег доступны те же российские «Золотая корона», «Юнистрим» и «Контакт». «Золотая корона» позволяет перевести деньги в Россию даже из стран Европейского Союза, но получить средства можно только в рублях. Курс конвертации система устанавливает самостоятельно. Но правила игры могут измениться в любой момент, и это зависит от политического курса Кремля. Список стран, с которыми можно обменяться деньгами, курс рубля и условия сделок постоянно меняются. Как может измениться ситуация с вроде бы разрешенным в России параллельным импортом? Его после санкций и массового ухода из страны иностранных компаний одобрило российское правительство. Это и есть параллельный импорт. Он идет как бы параллельно официальному. Еще его называют серым. Это законно. В мире такая схема не запрещена. В Россию таким образом попадают прокладки, подгузники, дорогой импортный алкоголь, лекарства, автомобили, запчасти. Конечно, глобально проблему дефицита этот параллельный импорт не решит. Эксперты считают, что с ним на российский рынок придет много подделок. Так что россиянам предстоит в очередной раз свыкнуться с мыслью, что импортных качественных товаров на рынке будет все меньше и меньше. Впрочем, им к этому и не привыкать.